здравствуйте друзья вчера разговор у меня был интересный человек из беларуси у него ну разные идеи вот в частности вот он говорит вот я слушаю ваш канал смотрю и там про эмиграцию все это понятно но если скажем вот в стране там я не знаю средняя не средняя но вот масса народу получают там типа эквивалент там 150 долларов сша в месяц и чуть ли там не впроголод живут и в общем довольно такую грустную картину расписал вот но он в москве жил до этого и как бы говорит что и в хотя и больше денег вроде платят но тоже там как бы не особо отложишь потому что все дороже и туда-сюда и в общем философия такая как бы что ну хорошо вот там эмиграция все понимают но деньги то откуда ведь это ж надо там и на билет его надо и с собой надо или даже вот там люди которые на политическое убежище планируют подавать они где взять там эти десятичные адвоката но даже я если по дешевке там я не знаю семь с половиной но где взять и если там весь заработок 150 долларов в месяц из которых из которых и копейки не отложишь и вот как бы получается тупик такой знаете я могу сказать что вот то что я здесь вижу потому что я вижу много людей которые приезжают и нет такого ощущения что у них там не было денег на билет уж явно они приехали как-то и как-то у них есть на первое время то есть они снимают где-то жилье но если совсем там плохо с деньгами они подрабатывают там буквально можно чуть не с первого дня подрабатывать на стройке в кафе там ну где-то мы знаем что бывает люди приезжающие с очень разные суммы вот у нас там был молодой человек рассказывал как он там с 1000 долларов приехал и во флориде в там где-то устраивался там работал выживал и так далее значит по-разному бывает у нас есть вот наша анна леонидовна у нас в офисе работает она когда-то приехал девчонкой совсем у нее было 200 долларов вот она приезжала тогда не помню по work and travel что ли у нее с собой было 200 долларов но конечно она где-то там взяла билет и так далее я его кстати спрашиваю я буду вот смотри приезжают студенты это же студент но откуда студент вот он приехал по work and travel и но он же как-то приехал зачем у него были деньги потратить там и на проезд и на на все эти дела там с визами вот значит то есть по факту приезжает довольно много людей я не хочу сказать что у каждого человека есть достаточно денег чтобы сняться и поехать но наверное можно одолжить а у кого или попросить у тех у кого есть я не знаю там у родителей его бабушки с дедушкой можно занять у друзей я понимаю что когда он молодой совсем там ему не знаю там 19 лет у него нет еще там квартиры у него нет но ничего нет собственно ему не не под что вот но но какие-то отношения с другими людьми там это я не говорю пойди заработать понятно что если человек мог бы заработать то вопрос бы не встал понятно что многие люди если по не могли заработать может быть они бы и уезжать никуда не стали потому что для них основной причиной является не иммиграции интереса к иммиграции является не то что вот допустим так тут ну скажем морально плохо хотя для очень многих это существенно и более существенные факторы морально плохо там детей в такой обстановке воспитывать ему не хочется там еще что-то а есть люди которым просто материально плохо и в наше время тоже было так было такое понятие колбасная иммиграция да то есть типа мол второй сорт как бы они вот из-за экономических соображений колбасы им не хватает там понимаешь а советскую власть они не ценят а вот колбасы им паш не хватает а то что самое ценное они не понимали да сейчас то же самое правда вот так похоже похоже так насчет заработков выглядит как замкнутый круг знаете вот где взять больше денег а если бы был ответ на вопрос где взять больше денег так может быть тогда не стоял бы вопросы нужно вообще куда-то ехать и для чего эти деньги нужны там на эту иммиграцию так на иммиграцию да и не нужно может еще бы на что-то было нужно я на самом деле как человек который далеко находится да и не не то чтоб я там какие-то реалии знал там белорусские там российские или украинские прямо вот так предметно но вы то знаете вы же там живете поэтому может быть вы что-то подскажете кроме очевидного да то есть одолжить там продать там ненужную вещь сначала чтобы продать ненужную вещь надо сначала купить ненужную вещь мы это тоже опять в деньги упирается в общем я я рассчитываю на помощь клуба как бы на вашу хочется конечно иметь какие-то реализуемые варианты вы можете сказать человеку но никто же тебя не запрещает там скажем сидеть в интернете и изучать там я не знаю программирование на джаве а вот когда ты его освоишь например ты пойдешь и там беларуси полно полно работы вот скажем для программистов и они хорошо зарабатывают ну вот но не все же айтишники тоже понимаете ну да это хорошо мы сейчас видим как вот в украине масса народа осваивает там технологии потому что это фактически единственная область где платит нормально и там как бы заказчик американские там европейский да вот сейчас люди идут изучают конечно конечно но но не каждый может изучить самостоятельность у тебя бэкграунда такого нет как ты самостоятельно изучение знают какие-то какие-то совершенно героические уникальные люди вот так пошел и изучил я я никогда вообще не понимал откуда берутся люди которые там по самоучителям чего-то выучиться самоучитель игры на гитаре вы можете взять самоучитель игры на гитаре самоучитель там борьбы самбо вот там кишка борьба сабы там показывают как что прием туда-сюда вот это все я бы как как же это на живых людях это же ну правда но есть люди выучиваются против поэтому я даже не знаю что сказать значит самое непродуктивное что есть на свете это выстраивание замкнутого круга потому что если ты в замкнутом кругу у тебя выхода нет он по определению не дает тебе выход если ты говоришь себе выход должен быть он находится то есть как бы мой мой жизненный опыт вот таков что если ты от отрицания того что выход есть до переходишь к тому что выход до есть ты признаешь что он есть и он должен быть осталось его найти то это кардинальное такое движение вперед на выходе которого выясняется что там на самом деле было много вариантов и на самом деле это было совсем не так далеко как может показаться и понимаете одновременно вот у меня в голове такая ассоциация я не рыбак но вот как-то приходилось я пару раз ловить рыбу вот я бросаешь на квадратный метр поверхности воды вот сюда но зависимости от того какая наживка там у тебя на крючке у тебя там хлебушка пожевал там таранка пошла таранку порезал на кусочки мяско туда бах окунь судак эти с одного квадратного метра поверхности воды это кажется что один метр а там под ним такое ходит во все стороны понимаете так вот какую наживку то туда если у тебя наживка замкнутый круг туда бросил туда ну корягу подцепил или там грузила оторвалась вот а когда ты говоришь вот у меня тут надежда вера любовь туда бах туда и столько всего выходит с этого же квадратного метра вот стоят люди рядом вот вот они тут стоят и вот один ходит и где где оппортюнити ну где нет же ничего нету я же говорил я же всем говорил нету и вот рядом с ним стоит чувак и кайлом золотую руду фигачит вот тут же прямо стоит рядом они стоят на одном квадратном метре жизненного пространства и вот он стоит и и фигачит и у него там золото россыпи самородками знаете почему потому что он не занят вопросом как быть когда быть никак он занят вопросом как как собрать то что вокруг потому что вокруг так много всего что рук не хватает и это люди живущие в одной и той же объективной реальности субъективно реальности разные объективно одна и та же поэтому будет замечательно если кто-то там из ребят предложит какой-то способ такой реальный заработка вот но от 150 долларов там куда-то я не знаю честно причем речь шла об инженерах речь шла о людях с высшим образованием и так далее вот они значит не в состоянии там больше 150 долларов заработать придумать ничего не могут вот чтобы такое там надо было делать за эти 150 долларов чтобы было не 150 а 300 500 там тысячи тогда значит рядом с ними полно людей которые зарабатывают и не воруют не проституируют понимать нормально зарабатывать и не в бизнесе вот таком бизнесе а еще еще как-то на интернете сейчас очень много разных способов заработка нормальных адекватных так далее поэтому разорвать надо замкнутый круг вот в сознании своем его надо разорвать как разорвать вот вопрос конечно очень много очень много зависит в жизни человека от того кто рядом с ним этим если бы мы такие были все гении знаете вот родился и никто ему не нужен пошел сам все в жизни сделал но я даже представить себе такого не могу особенно в современной жизни где сложно поэтому как бы вот здесь такая фраза это не то успех в жизни не от того сколько ты знаешь от того кого ты знаешь в этом есть сермяга очень важно не блатмейстерская фундаментальная сермяга потому что чем больше народа ты знаешь тем больше экспертизы ты можешь привлечь который у тебя у самого нет и тогда у тебя есть какая-то надежда на успех если ты пытаешься решить задачу сам а сам ты не можешь это еще ничего страшного но если ты еще привлечь никого не можешь вот тогда тебе кранты вот собственно и все поэтому находиться среди правильных людей искать правильных людей да сейчас слава богу столько всего там интернет же есть да мы мы все выровнены в наших возможностях вот раньше допустим я не знаю там жил москве да и мы мы понимали что у нас и нам говорили все и мы понимали что мы живем в таком месте где гораздо больше возможностей вы можете сказать а там и сейчас больше возможности чем в деревне там кукуева там я не знаю шадринского района там шадринской области это правда с одной стороны с другой стороны в той мере какой деревне кукуева есть интернет и ты его научился им пользоваться вот этот разрыв между там жизнью в москве и жизнью там в кукуева с точки зрения возможностей которые у тебя есть этот разрыв резко сокращается ты можешь в своей деревне кукуева работать на заказчика который там находится где-то в другой совершенно стране и зарабатывать свои доллары и так далее поэтому это не то же самое что раньше было то есть раньше ты должен был физически присутствовать в москве а сегодня москва как бы она через интернет да и не только москва весь мир у тебя фактически вот тут находится в кукуева в жмеринке там где хочешь в урюпинске это уже не урюпинск это уже ты вот собственно и так поэтому то что я так на ходу на ходу могу сообразить вот наверное бы я на этом и закончил правда счастливы ребят я я буду очень признателен если вы в конструктивном ключе что добавить к этому делу потому что это не единственный человек с таким вопросом и и тем очень важно нас а на самом деле очень очень важная тема и так как бы они пересекаются 2 до воприть тема где взять денег когда денег нет и тема 2 как жизнь построить эти чтобы эти вопросы не возникали или скажем так чтобы они возникали и решались и другие бы возникали бы решались вот где ключ где ключ хорошо счастливо